Уезжаем в село Строицкое. Такое вот оно. Большое, до таких местностей. Раньше называлось Никольское. Там развалин храмы есть. Храм Никольский. Никольский собор был. Ну и село, соответственно, называлось Строицкое. Уже было названо Строицкое. На берегу реки Устья оно расположено. Сейчас поближе подъедем. Это вместе с Баникольское. Какая там сохранение исторических ценностей. Или культура, историческое наследие. Но она обычно закрыта. Не знаю. Туда, видимо, какие-то пучевки надо брать. Не знаю, как пропасть. Ну, раз я здесь был только. Так, мы доехали в Троицкое. Я вижу такой крест. Зоня в село и крест стоит на въезде в село. Первый раз вижу такое, чтобы на въезде стоил крест. Вот он, разрушенный храм. Это не Кольский. Это, видимо, вход здесь был. Не знаю, стоит ли заходить. Всё-всё заросло. О, пьицы. Здесь гнездо бьют. Такой. Кстати, пол сохранился ещё. Древянный. Так. Я полагаю, да. Так. Странно. Где алтарь? Так. Алтарь восток. Считалось, здесь был алтарь. Да. Здесь восток. Печки, видимо, вместо лепечек. Всё заросло. Вот алтарь был. Вот алтарь был, я полагаю. Ну да, в общем, мой лопать. Вот такой вот храмик. Ничего, никаких росписей не сохранилось, если они были здесь. Так. Тут тоже вход. Смотрите, загнаку вид. Тут тропинки, значит, народ сюда приходит посмотреть, поснимать. Может, местами, может, не жили, что-то хорошее. Вот алтарная часть. Как я понимаю. Ну так, он маленький был. Там-то. Памятник, поеду в памятнику. Хожу. Такой памятник для них тут Дома культуры местной. Это повалевшие здания, где ещё нужны рабочие. Такой парк, где-то площадки. Уже веранная. Даже прятаются ли уступления проявления. Лапочки. Какая-то штуковина, вот тут лесопилка. Понятно. И вот что-то такое. Какое-то сооружение интересное. Не знаю, что это. Честно. И там притирается село. У них тут фернов, наверное, коровник. Ну там. Надо идти. Сейчас пойдем поближе. Ну, дорогая, что пустит. Так, далека. У нас ориент в Коврисском это. Новый совсем. Такой вот здесь. Робиза летает туда. Кстати, там ещё дальше есть. Где-то коровы мутят. Ну ладно. Может гулять. Ну вот здесь реально делают доски. Какой-то лесопильный заводик. Небольшой для местных, может быть. Ну, удобно. Своё придется. Сейчас сниму. И вот эта штуковина. Это, наверное, старкет водонапорная башня. Это водонапорная башня. Машина не знает, что такое. Честно. Кто знает, пишите в комментариях. КВД ехали мы до первого моста. Такой он. Для машины. Вон там кто-то стирает или полоскает белье. Кто-то рыболовит. Да. Неменно рядом. А вон там мост такой, навесной. Что? Съездим? Посмотрим. Что там к чему. Старые дома. Там, кстати, видимо, старая сторона. Там дома реально старые. Такие домики здесь прикольные. Старинки мне нравятся. Знак вот там. Будьте осторожны. Трава растет очень-очень быстро. Прихватит. Постоян, наверное, просить. Вот. Красивый домик. Трава такая. Привая. Привая. Вот прикольные домики. Класс вообще. Какая красотища. Трава больше не бывает. Трава больше не бывает. Трава больше не бывает. Ладно. Да. Нет, храм он там. Нет, храм он там виднеется. Нет, храм он там виднеется. Вон там вот. В кустах. Вот такой вот мостик. Уже такой пешеходный тут. Не знаю зачем до моста. Надо сказать. Там и там могут люди ходить. Дима сначала построили вот такой весной. Он решил строить. Заходший домик. И вот так. Красотища. Просто. Уже не понравился. Это понравилось. Телсибат. Есть второй раз. Первый раз перехал писать аппарат. Второй раз уже. Там их учебное заведение какое-то не понравилось. Интернаш. И школа. Там пионеры. На всех домах указаны какие ветераны здесь жили. Вот здесь два ветерана. Волков Леонид Васильевич. Волков Сергей Васильевич. Два брата. Видимо, старые жили у нас. Жили после войны. Практически на всех старых домах. Вот здесь такая. О, паритчик нашел. Камень Манегачкина. На камне убить изображение солнечных статей. Имя помельчивает. Ну и про семьи Манегачкина. Представляете, сохраняется сколько лет. Камень сейчас подойдем к нему. И так, время сверить часы. Какое время? 18.08. Ну да. Почему так оно и есть? 18.08. Часы, Иван Гачкин. Волков Есть достопримечательность интересная.